Такая вставочка. Кто хочет сразу про чайник, это по тайм-коду перемотать и сразу будет про чайник. Утро понедельник и опять дождь и опять холодно. 5 градусов тепла. Кубань. Как всегда. Природа земле просто не дает просохнуть. Вот только-только начал подсыхать огород и опять дождь и опять холод. И опять 5 градусов тепла, а еще и завтра будет еще холоднее, как там сказано. Вот такая нынче весна на Кубани. Долгая, затяжная, холодная. Вот у нас в Танице постелили новый асфальт. Как раз тот день, когда шел дождь, тоже стелили. Вот такой шов. И вон весь асфальт гнутый. Вот по нему едешь и машина дрожит. Ну даже по асфальту, даже по лужам видно, что он как стиральная доска в некоторых случаях. Дык-дык-дык. Но здесь еще не доделали. Я не думаю, что вот этот участок, который я проехал, будет заново асфальтировать. Вот здесь будут, это получается будут такие, как они там называются, заплатки. Вот, и больше ничего. Доброе утро, страна. Цветы, сливы уже облетают. Сегодня было 4 градуса тепла. Короче, опять сегодня холодно, друзья. Тюльпаны только желтые раскрылись у нас. Да и то такие свежемороженые как бы. Ясно, что им некомфортно. А Чича пытается догнать тресогуску, но у ней не получается. А тресогуска как будто специально ее терроризирует. Да-да, куда там тебе с белым цветом? Да в калашный ряд. Короче, весна такая продолжительная, холодная. Я уже об этом устал повторять. И ничего пока не меняется. И прогнозы погоды на ближайшие дни такие неутешительные. 10-12, максимум 14. По утрам всегда 8-7-5. И вот сегодня, я говорю, даже было 4 градуса. Так, тут у нас какая-то авария. Небольшенькая, наверное, раз так. Да, зацепили чуть-чуть. Еду в город, друзья. Надо забрать телефон с ремонта. Мне сообщили, что он отремонтирован. Вот, вынужден поехать. Ну, попутно еще свои дела. Более судеб я в парке Никольска. Хотя, честно говоря, вот парк, непонятно, что название. Сквер это тот же парк, только в Мине, я так полагаю. Здесь вот после всей реконструкции, с учетом того, что деревья подстрижены, так их стало как бы больше светлого пространства, то можно уже назвать, что это как сквер большой такой. Ну, вообще, парк мне представляется в более большем, расширенном парчок, так скажем, небольшой. Несмотря на солнечную погоду, все-таки прохладно довольно-таки. Говорят, и в Москве тоже погода холодная. Траву уже выкашивают. Причем припарковаться мне пришлось только в Никольском парке, потому что все, здесь уже еще сезона нет, как говорится, отдыхающего. Но припарковаться уже невозможно. Даже платные стоянки полностью забиты. Так что с парковками этим летом, с парковкой будет просто беда. Телефон получил, ребята, так что нормально. Единственное, что там ремонт, все это, точнее, отдача телефона в ремонт и получение было целой проблемой, целой историей. Я бы мог это рассказать, но я не думаю, что вам будет это интересно. Но проблемы в этом отношении есть. Это касается личных данных, когда они остаются у вас в телефоне. И касается потом неизвестности. То есть, как будет обстоять история с личными данными. Вот какая петрушка получается. То есть, когда вы отдаете телефон в ремонт, желательно выходить из аккаунта и в последующем, возможно, менять пин-коды ко всем вашим программам, которые были доступны. Просто у меня, получается, погас экран. Я был вынужден сказать пин-код мастеру, который ремонтировал этот телефон. Он, естественно, надеюсь, он благонадежный, все сделал правильно. Но когда телефон потом стал путешествовать с ремонтной мастерской ко мне в течение больше недели, почему-то с Ростова, то в этот момент были подозрения на то, что телефон в какой-то момент находился в рабочем режиме. у кого-то. Вот. Такая вот штука получается. Ну да ладно. Просто будьте внимательны, когда сдаете телефон в ремонт. Приехал домой. И вот сейчас идет бриз небольшой, ветерок такой с моря. И пахнет от вишни. Ой, тьфу, блин, от вишни, от сливы. Вечно путано. Ну, прям вот издалека, где-то на 5 метров идет этот запах. От нее, от сливы, а лучи. Вот так она светит. Листочки опадают. Абрикос уже отцвел. Все. Да, да, вон последние цветы. Не знаю, будут плоды, нет. Ну, от сливы вообще запах обалденный. Ладно, друзья. Теперь следующая страница про чайник. Итак, друзья, чайник. Маленькая предыстория. Чайник я купил Китфорд. Сейчас объясню, почему его. Выбор был очень долг. Выбирал, наверное, недели две. Несколько раз менял свое решение. И теперь именно его. Мы берем вот эти вот в баллонах воду в автомате. Покупаем по 3 рубля литр. Но дело в том, что я заметил с того времени, когда мы стали покупать эту воду, я ничего такого плохого говорить, наверное, не буду. Может, это чисто индивидуально. Что у меня стало просто побаливать живот. Как-то вот где-то блуждающая боль. Вот все такое прочее. И, как оказалось, это похоже на элит. Вот как воспаление, как бы в кишечнике слабое там на что-то реакция. И у нас до этого момента был вот такой замечательный поттер, который нагревает воду и держит ее в горячем состоянии. Поттер, я заметил, когда я включал его, он кипятит воду. Вроде как будто кипятит. Но насколько долго, я не знаю. Качество ли воды или что другое. Но в любом случае получалось так, что вода вроде как имеет какие-то определенные свойства, которые не подходят. Вот индивидуально. Дети вроде воду пьют, вроде все нормально. Жена, все нормально. А вот у меня в данном случае вот так. Как только я уезжал в командировку в Москву, то все было нормально. Вот переставал болеть живот, блуждающий этой болью. И возвращаясь сюда, через некоторое время снова начиналось с самого начала. Я сначала подумал, может быть продукты питания какие-то разные. Нет, оказалось вода. Вот уже прошло где-то недели-полторы, как я отказался от этой воды, как сад сырой в бутылях, да, которые мы покупаем. И начал ее просто в кастрюле эмалированной кипятить. Где-то минуты две кипячения, чтобы убить все, что там есть в этой воде. И в связи с этим, почему такая предыстория, я искал чайник, который может кипятить воду длительным кипячением. Я нашел несколько различных серий. Там был и Bosch, там был и, не помню, еще одна какая-то модель чайника. Они весьма дороги, у них цены были уже такие серьезные, там за 4 тысячи с лишним рублей. Но когда я читал отзывы, готов был даже накопить и купить этот чайник, но когда я читал отзывы, то в итоге получалось, что какие-то были комментарии не очень хорошие. Там говорилось о том, что он пластмассы воняет, либо начинает протекать. И в итоге я нашел этот чайник. Сейчас я вам покажу. Давайте распаковывать. Пришел он в такой коробке, как всегда, через Озон. Здесь я уже слышал в отзывах, что дают маленький магнит на холодильник. Но это мелочи. Так, я не посмотрел сразу в Озоне, но проверяю здесь. Крышечка все целенькая. Здесь есть заварный чайник. Об этом позже. В общем, чайник необычный. То, что, смотрите, какое довольно-таки широкое горло. Сейчас, секундочку. Видите, прям как кастрюлька маленькая, да? Абсолютно нету пластика в воде. То есть, здесь только стекло. Стекло, металл, стекло, металл, металл, стекло. Это очень большой плюс. Пластика здесь нет. Не соприкасается он с водой. Далее. Идет вот такой вот заварной, ну, как это назвать, заварным таким чайничком становится он. То есть, можно сюда положить какие-то травы, чай, еще что-то там заварить, шиповник, например, да? вставить крышечку, там специально есть приспособление так плотно и он будет уже кипятить вместе с раствором. И еще назван он два в одном, хотя это уже три в одном. Это яйцеварка. Раз такое широкое горло, то сюда ставится шесть яиц, там пять, нет, прошу прощения, пять яиц, опускается и есть режим яйцеварки. Но, как вы знаете, что в яйцеварках, то есть там нужно, чтобы вода долго кипела. Поэтому здесь есть такое понятие длительное кипячение. Первую кнопку, когда мы нажимаем, то это будет кипятиться просто до 100 градусов. Ей же выбираешь температуру. Если зажать и выбирать температуру. Так, сейчас, секундочку. Вот. После этого можно выбирать температуру. До какого градуса нам кипятить. И цвет, причем, характерно, меняется. Если просто нажать, то будет кипячение до 100 градусов. А вот, если зажать плюсик с минусом, то тогда будет вода находиться в режиме яйцеварки и она будет кипятиться до тех пор, пока не пройдет 12 минут, либо пока вы сами не выключите. Вот это как раз то, что я и хотел. Но сейчас я этот режим отключу выбора этот. Вот, да. И просто включу кипячение. Я, как говорится, им еще ни разу не пользовался. Это все делается впервые, но я прочитал очень хорошо инструкцию и теперь я довожу до кипения 100 градусов. Вода, видите, стала там сразу нагреваться. Воду набрал вот холодную. очень быстрый. Обошелся он мне 2190 рублей через Озон. Это была, кстати, самая сейчас на данный момент на апрель месяц, на конец, начало мая 2021 года вот такая вот цена. И, насколько мне известно, Китфорд это делает вроде какая-то компания, которая набирает бренды. По-моему, не Китай, насколько мне известно. Ну, об этом точно я сказать не могу. Ну, посмотрим, когда он скипятит и как отключится. Надо сказать, что я не засек, к сожалению, но, по-моему, прошло минуты 4. Вот он уже почти закипает. Посмотрим, когда он отключится, когда вода закипит. Это в простом режиме просто 100 градусов. но вот в данный момент можно сказать точно, что сейчас вода закипела. Да. Видите? Вот. И, в общем-то, этот чайник был приобретен именно потому, что здесь есть свойства, вот как вот кипячение варка яиц. Вот. И мы посмотрим сейчас вот в этом режиме что будет происходить. Видите, в каком режиме он кипятит? То есть, вода кипит, но не бурлит так сильно. То он ее включает, выключает. То есть, поддерживает ее примерно около 100 градусов. Не дает ей остыть до состояния, когда будет градусов 90. И вот это будет продолжаться до тех пор, пока не пройдет 12 минут. Как только 12 минут проходится, что яйца уже сварились, крутую, тогда он полностью отключается. Функция очень хорошая. То есть, получается, что когда вы выставляете температуру, какую-либо 40, 60, 80 градусов, он доводит до кипения, а после этого поддерживает эту температуру. А не значит, что он будет сразу доводить до 70 градусов. Нет. Отлично. Я считаю, что это отличная покупка. Ну, в общем-то, вот на этой чудесной ноте я и хочу закончить этот замечательный репортаж. Чайник КТ-656. Китфорд. 656-я модель. Если кого-то заинтересует. Понял. Выключаю. Пока. Друзья, пока. Субтитры создавал DimaTorzok